МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На телеканале Юганск новости. Здравствуйте! В студии Никита Чебыкина и вначале коротко о главных событиях четверга. Момент заболевания туберкулезом сродни принципу домино. Ведь слабый иммунитет напрямую связан с образом жизни. Вредные привычки, неправильное питание и стрессы могут послужить отправной точкой к возникновению смертельного заболевания. Война с бациллой Коха. Во Всемирный день борьбы с туберкулезом врачи рассказали, как уберечься от смертельно опасного заболевания. Новый инструмент – это всегда радость, это всегда счастье, это всегда огромная благодарность, если это подарок. По клавишам и струнам души. Депутат Окружной Думы преподнес подарок местной музыкальной школе. На улице Нефтяников сегодня произошел порыв магистральной теплотрассы. Бригады Юганск, Транстеплосервисы оперативно выехали для устранения повреждения. В течение получаса аварийный участок был оцеплен, и специалисты приступили к выяснению причин порыва. Кстати, во время его ликвидации ни тепло, ни воду в близлежащих домах не отключали. Для устранения подобных аварий нормативам предусмотрено 15 часов. Однако обычно теплосети справляются и в два раза быстрее. Как выяснилось, участок трубы от улицы Молодежной до Оржаново практически выработал свой ресурс. Сети здесь проложены 17 лет назад, а для тепловых коммуникаций максимальный срок службы – 20 лет. В данном случае проблема случилась в районе магазина ЮТПС «Север». Но это не первый порыв на улице Нефтяников. Нынешним летом трубопровод будут менять. Новые коммуникации будут уже более долговечными. Отметим, что 85 магистральных теплосетей в городе уже заменили на новые. Штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг теперь будут рассчитывать по новым правилам. Тем, кто до сих пор не внес деньги за февраль, никакой пени не начислят. А вот что грозит горожанам, которые не посещали кассу с ноября, вы узнаете из следующего репортажа. Начисляться теперь штраф будет не с 15-го дня просрочки, как было до сих пор, а только с 31-го. Правда, стоит учитывать, что так называемая ставка рефинансирования, по которой рассчитывается пеня, выросла с 8 до 11%. Если бы мы следовали старому законодательству, то есть те, которые были до 1 января 2016 года, за февраль мы должны были с вами оплатить до 16 марта. Теперь в силу изменений за февраль мы можем оплатить до 16 апреля. То есть, с одной стороны, изменения внесут себе послабление для добросовестных пользователей услуг. Ведь теперь на оплату есть целый месяц, а не две недели, как раньше. Знают ли нефтеюганцы, что с нового года есть такая возможность? Я слышала на уровне федеральном, якобы только спустя два месяца можно брать пеню. Не знаю. Я всегда плачу полностью. Меня пени не интересует вообще. Нет, не слышал. У меня жена этим занимается, я сильно не вникаю в эти проблемы. А вот тех, кто привык месяцами не платить за тепло и воду, ждет неприятный сюрприз. Как только долг превысит 90 дней, размер пени будет рассчитываться уже по другой формуле. С 31 дня она начисляется в размере 1,03 ставки рефинансирования банка. А с 91 дня просрочки платежа пени начисляется в размере 1,130 ставки рефинансирования банка. Проще говоря, штраф за несвоевременную оплату коммунальных услуг вырастет в 2,5 раза. Накопившуюся пеню можно вычислить самому, а можно воспользоваться интернет-калькулятором на сайте Реал ЖКХ. Например, вы должны отдать за квартиру 6 тысяч рублей. Если задержите оплату на 2 месяца, ваш штраф составит 61 рубль. А еще через 2 месяца пеня вырастет уже до 300 рублей. Никита Чебыкин, Евгений Трефилов. Телерадиокомпания «Юганск». Незаконно расположенные в городе ларьки продолжают торговать и зарабатывать деньги, хотя по решению суда они давно должны были закрыться. Почему этого не происходит? Такой вопрос депутаты сегодня адресовали администрации. Слово нашему корреспонденту. Сейчас в городе официально размещены 79 ларьков и киосков, где торгуют цветами, продуктами, сельхозпродукцией, рыбой и дикоросами. Но больше двух десятков торгуют в городе незаконно, несмотря на наличие решения суда о сносе. Например, в отношении вот этого павильона исполнительный лист был направлен судебным приставом аж 8 лет назад. И таких ларьков, которые должны были снести 3, 5 или 7 лет назад, в городе достаточно. Одни не продлили договор аренды, другие самовольно заняли земельный участок без оформления документов. По словам представителя службы судебных приставов, у них есть только один инструмент воздействия на таких предпринимателей – ограничение права выезда. Но и он не работает. Нарушителям проще заплатить штраф. Привлечь коммерсантов к уголовной ответственности в данном случае невозможно. На сегодняшний день исполнительные листы по указанным объектам направлены судебным приставом исполнителям для исполнения и не исполнены. То есть ни одно судебное решение не исполнено два и более года. Жалоб от населения поступает достаточно много. Основная проблема в том, что в данных объектах продается незаконный алкоголь. У депутатов возникли вопросы, как администрация отрабатывает эту тему и почему незаконно установленные павильоны продолжают пользоваться городскими коммуникациями. Прозвучало даже предложение отметить в протоколе заседания неудовлетворительную работу исполнительной власти. Хотя, по сути, снести ларьки просто так городские власти не могут. Оплачивать демонтаж должны сами предприниматели. Единственный вариант – снова подавать в суд, чтобы взыскать с коммерсантов стоимость сноса. По 9 киоскам такие решения уже есть. И как только судебные приставы принудительно взыщут деньги, к сносу может подключаться муниципалитет. Было принято решение между коллегами, депутатами, дать задание администрации города, разработать алгоритм дальнейших действий по сносу этих ларьков, незаконно установленных ларьков и пути их решения. К следующему заседанию представители ДИЗО должны подготовить план мероприятий по сносу ларьков и предоставить отчеты про отдел на работе. Анжела Галиева, Дмитрий Шестопалов, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». Сегодня Всемирный день борьбы с туберкулезом. По статистике, от бациллы Коха ежегодно умирает порядка 3 миллионов жителей планеты. 70% больных туберкулезом нефтьюганцев – это люди от 25 до 40 лет. По словам врачей, основную массу таких пациентов составляют люди, ведущие социальный образ жизни. Однако подвержены опасной инфекции все без исключения. Елена Волкова продолжит. Здесь идет практически полное разрушение левого легкого. Здесь мы видим полости распада легочной ткани. В позапрошлом веке диагноз «туберкулез» или «чахотка», как его тогда называли, означал смертный приговор. Тогда средняя продолжительность жизни больных не превышала трех лет. К счастью, современная медицина способна не только вылечить инфекцию, но и предупредить ее на ранней стадии. Проблема в другом. Не все пациенты вовремя обращаются за помощью. Легкое подкашливание, недомогание, слабость, невысокая температура 37-37,2. То есть, как правило, люди не обращают на это внимания, списывают на переутомляемость и продолжают ходить на работу. Симптомы нарастают. Появляется кашель с отделением мокроты. В мокроте могут присутствовать прожилки крови. Пациент начинает худеть, терять вес. Ежегодно туберкулезом заражаются порядка 100 нефтьюганцев. Врачи называют инфекцию социальным заболеванием. Как правило, львиная доля пациентов не работает и злоупотребляет алкоголь. К тому же, зараженные палочкой Коха распространяют инфекцию на окружающих. В прошлом году двое детей и четверо подростков, в том числе 6-месячный ребенок, подхватили туберкулез от родителей. Соответственно, они не соблюдали санитарно-эпидемиологические правила, уклонялись от лечения и в результате заразили своих детей. Все живы, практически здоровы. То есть у нас на базе сургутского тубдиспансера детское отделение. Эти дети длительное время, несколько месяцев провели там. Стоит отметить, бацилла Коха – устойчивая микробактерия. Она любит темноту и сырость, а погибает только при воздействии прямых солнечных лучей. Как утверждают медики, от туберкулеза не застрахован никто. Ведь для того, чтобы приобрести инфекцию, достаточно иметь слабый иммунитет. Момент заболевания туберкулезом сродни принципу домино. Ведь слабый иммунитет напрямую связан с образом жизни. Вредные привычки, неправильное питание и стрессы могут послужить отправной точкой к возникновению смертельного заболевания. Елена Волкова, Дмитрий Шестопалов, Алексей Фоминцев, телерадиокомпания «Юганск». Почти 700 юных нефтеюганцев ежедневно занимаются в музыкальной школе. Сейчас там появился новый инструмент фортепиано. Поддержку оказал депутат окружной думы Александр Колодич. Юным пианистам, так же как и руководителям, не терпелось поскорее открыть крышку фортепиано. Новый инструмент – это всегда радостное событие для любой музыкальной школы. Тем более, что его приобретение обходится весьма недешево. Например, за это пианино заплатили 300 тысяч рублей. После торжественной речи и слов благодарности прикоснуться к клавишам решилась одна из лучших учениц. Когда ребенок, скажем так, работал на этом инструменте, мы видели прекрасные звуки и прекрасное мастерство исполнения этим ребенком. Наверное, вот это самое главное, чтобы наши дети росли, развивались, в том числе и творчески, музыкально. Депутат окружной думы не в первый раз оказывает поддержку учебному заведению. В 2011-м обновили гардеробную, а два года назад воспитанников порадовал новенький рояль. Старый служил музыкантом со дня основания школы, то есть более 30 лет. Новый инструмент – это всегда радость, это всегда счастье, это всегда огромная-огромная благодарность, если это подарок. Педагогический коллектив школы, в свою очередь, получил возможность задать депутату интересующие вопросы. Больше всего музыработников волновали проблемы чистой воды, бездомных животных и организации дорожного движения. Инна Новикова, Юлия Британова, Дмитрий Шестопалов, телерадиокомпания «Юганск». Депутаты Думы города встретились с юным электоратом. Тема для обсуждения – молодежь в избирательном процессе. Узнать о тонкостях выборов помогала председатель территориальной избирательной комиссии. Слушателями стали студенты и старшеклассники. Современная молодежь, наверное, больше всего ценит свободу. Свободу слова, выбора и действий. По достижению совершеннолетия девушки и юноши могут проявить свою гражданскую позицию, придя на выборы. По словам специалистов, в «Нефтеюганске» с этим проблем нет. Однако тем для обсуждения как у молодых избирателей, так и у политиков накопилось много. Тема в основном, естественно, это технологии избирательного процесса, это, значит, нюансы во время голосования, это роль наблюдателей, роль, соответственно, политики, также социальный лифт, который, возможно, в наше время придя в политику, получить. Цель мероприятия – сформировать гражданскую ответственность, а также помочь молодым людям понять необходимость осознанного участия в выборах и заинтересованность в их результатах. Это должно быть интересно каждому, гражданину, который вообще живет в России, живет в каких-то определенных районах, потому что это его город, это его будущее, будущее его детей. На встрече присутствовало около 50 студентов. Это те люди, кому интересна политика и небезразлична судьба города. Свою гражданскую активность они смогут проявить на выборах в сентябре этого года. Юлия Британова, Виктор Жбанов, телерадиокомпания «Юганск». На этом все. Узнавайте о событиях города в программе «Сейчас в Нефтьюганске» и делайте новости вместе с нами. Звоните в будни 23-77-47. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...